Сегодня я вам расскажу об индивидуальных катушках зажигания. Рассмотрим на примере вазовских катушек. Обозначаются они у нас как коп катушки. Дословно это переводится как coil plug, катушка на свече. Вот такая катушка используется у меня в приоре. Это вазовская десятого семейства, тоже катушка. Принцип работы у них общий, конструкции схожи. Итак, из чего состоит катушка коп? Она состоит из возврата магнитного потока. Это у нас вот этот вот металлический кожух. Вот он, снят отдельно. Он должен быть вот с такой полосой обязательно. Для чего это делается, конкретно я сказать не могу. Это надо изучить теоретическую часть. Видимо поподробнее. Я думаю информацию вполне можно найти в интернете. Ну, насколько я понимаю, он как бы и коронирует магнитные потоки, чтобы они не выходили за рамки катушки зажигания. Ну и как бы, чтобы весь магнитный поток срабатывал. Целую энергию выходила на образование искры. И в моем понимании он нужен именно для этого. Далее наконечник резиновый, который снимается. Вот я уже снял. Снять его довольно просто. Вот раз, снялся. Наконечник бывает, выходит из строя. Вот видите, там пружиночка есть. И его иногда пробивает этот наконечник. И видно будет прожженную дорожку. В этом случае наконечник необходимо заменить. Наконечники продаются отдельно. Либо можно использовать со старой какой-то катушки, которая у вас осталась от вашего автомобиля. Потому что пробитый наконечник гарантирует вам в последующем выход из строя катушки. Выход из строя катушки потянет за собой соответственно вылет ключа, выход из строя ключа управления в блоке управления двигателем. Дальше имеется еще уплотнительное кольцо. Вот оно установлено. Которое защищает от попадания влаги. в свечной колодец. Что из себя представляет само устройство? Это трансформатор. Устройство катушки это трансформатор. Который состоит из двух обмоток. Первичный и вторичный. Вот если снять кран возврата магнитного потока, мы увидим уложенные, плохо видно, в общем, вот это коричневого цвета, что вы видите. Это уложенные витки. Вот я их лично четко вижу. Вот камера не берет, к сожалению. Уложенные витки провода. Проволоки. Залитые каким-то вот лаком. Специальным непроводящим. Под ним находится вторичная обмотка. То есть это вот первичная. Она состоит как бы из двух рядов этой проволоки. Вот я одну катушечку разрезал. Ради науки она с собой пожертвовала, чтобы вам было интересно. Вот блестящая. Это у нас экран возврата магнитного потока. Далее. Вот желтая полоска. За блестящей следует... Это у нас первичная обмотка. Вот мы ее видим. Далее. Вторая блестящая полосочка. Это вторичная обмотка. Первичная состоит у нас из малого количества намотанных витков проволоки большого диаметра. Но большого вот штангенциркуля я, к сожалению, не взял. Где-то порядка... Порядка 0,7, наверное. Вот так я на внешней... Внешней определил. А на вторичной обмотке там гораздо меньше сечения провода. И, соответственно, больше и гораздо большее число витков. Благодаря чему и повышается напряжение. Элементарные законы физики. И еще есть сердечник. Который как раз вместе с обмотками накапливает энергию. Видите, сердечник. Я его распилил вдоль вот этой прорези. Быть не должно в нем. Вообще он круглой формы. Здесь вот для наглядности я разрезал... То есть вот пластик сначала. Потом первичная обмотка. Тоже не берет камеру. Что такое? Первичная обмотка, потом темная. Опять изолятор между обмотками. А вот, кстати, видно полоску. Это изолятор между... ...двумя слоями витков первичной обмотки. Вот. Дали изолятор между обмотками. Дальше пошла вторичная обмотка. Ну и, соответственно, изолятор за ней. И он блестит, сердечник. Очень наглядно видно. Соответственно, все это дело выводится на контакты. Вот здесь у нас имеются три контакта. Два крайних. Левый и правый. Это выводы первичной обмотки. На них подается напряжение 12 вольт. Тиска у нас образуется в момент разрыва цепи. То есть при подаче напряжения энергия накапливается у нас в обмоточке. В первичной. И в сердечнике. При разрыве цепи вся эта энергия выплескивается через вторичную обмотку. Благодаря закону сохранения ДС. И появляется напряжение на вторичной обмотке. Далее. Вторичная обмотка у нас соединена с наконечником. Вот у нас наконечник. Вот к нему у нас прилегает пружина. Вот пружинка у него упирается. Свеча вщелкивается в пружинку. Также, что хотелось бы отметить. Катушку зажигания любую, хоть индивидуальную, хоть модуль зажигания, нельзя никак полностью проверить без использования специальных приборов. Можно лишь что сделать? Можно проверить сопротивление первичной обмотки. Сопротивление первичной обмотки у нас должно быть для разных катушек оно, конечно, немного отличается. Ну, в пределах вот у меня на приори 0,3-0,4 Ома. Вот эту катушечку я, по-моему, умерил, здесь немножко отличается у нас сопротивление. Ну вот, 0,5-0,4 Ома. В принципе, о чем это говорит? О том, что производители разные, в разных производителей может немножечко отличаться сопротивлением. Проще сделать как? Посмотреть, какое сопротивление на остальных катушках вашего автомобиля. И тогда все станет как бы на свои места. То есть, если какая-то катушка выделяется по сопротивлению, ее надо поменять. Не надо с этим затягивать, не надо пытаться сэкономить, сэкономить вам не удастся на этом. Потому что проблемы с катушками зажигания увлекут более серьезные проблемы. Вот, померяем другую катушечку. Вот у этой 0,5-0,6, да? Так, а еще такой же. Еще такую же померяем. Ну, и что я хочу сказать? Вот эти все катушки заведомо неисправные. Работоспособные, но неисправные. 0,5-0,6. Ну, вот, видимо, для этого производителя кто это у нас? Это у нас Бош. Должно быть 0,5-0,6. Продолжение следует... Продолжение следует... ...